Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Беков. Специальная военная операция, конечно же, это главная тема всех средств массовой информации в это время, в нынешнее, потому что, да, наша страна сражается. И, конечно же, наша армия ждет новых защитников своей ряды, потому что противник пока не сдается. Здравствуйте! Что сделать, чтобы поступить в армию? Кто имеет право заключить контракт с нашими вооруженными силами? Об этом мы сегодня поговорим с гостем в студии. Это Владимир Юдочкин, начальник пункта отбора на военную службу по контракту 2-го разряда, город Тверь. Владимир, добрый день! Здравствуйте! Владимир, каковы условия поступления на военную службу по контракту сейчас? Ну, если мы говорим о критериях отбора, то первый и основной – это возрастной ценз. У нас предельный возраст пребывания на военную службу по контракту в настоящий момент составляет 65 лет. И, по сути, по закону мы можем призывать граждан до 64-х, то есть заключение контракта на один год. Но это, скорее всего, исключение из правил. А со скольки лет? С 18-ти. То есть человек, еще даже не служивший срочную службу, может пойти сразу на контракт или как? Или нужно отслужить все-таки? Ну, хотел бы поправить, но по призыву. Если мы говорим о терминах… Ну, гражданин, но это термина. Для людей это срочная служба. Да. Неважно. Служба по призыву. Сейчас любой гражданин, не проходивший службу, может заменить службу по контракту. Если мы говорим о призывном возрасте, да, сразу пойти. И, соответственно, вот этот критерий с 18-ти до 65-ти, ну, в первую очередь это упирается в здоровье. Мы понимаем, что некоторые люди в 45-ти выглядят намного и по здоровью хуже, чем в 60-ти. Поэтому индивидуально с каждым, ну, вот как я сказал, два критерия – это здоровье. В настоящий момент отбор осуществляется не в рамках военно-врачебной комиссии, если мы говорим про оценку состояния здоровья, в рамках медицинского осмотра. У нас есть возможность осуществлять отбор крови для анализов непосредственно на сборном пункте в день прибытия кандидата. То есть, по сути, гражданин, который прибывает к нам на пункт отбора, с утра, то мы уже к обеду полностью можем знать все его состояние здоровья, все результаты его анализов. И если он проходит, то, естественно, мы готовы его принять на контракт и подписать этот контракт. То есть, важный момент для телезрителей, что не нужно тратить время, там, неделю-две, бегать по всем городским поликлиникам, не знаю, там, стоматологиям и так далее, тратить деньги, в конце концов, время на справки. Принцип одного окна – все у вас. Безусловно. Это очень удобно. Это вот только желание прибытия на пункт отбора по адресу, ну, кто не знает, Игоря Баталова, дом 2. Это напротив нашего нового суворовского училища в Мигалово. Вот, прибываете с утра в любое время. Ну, почему с утра? Да, скольки-то, скольки. Мы работаем с 9 до 22. А, даже так? Да. То есть, даже 8 вечера не поздно? Не поздно. Прием граждан. Ну, надо понимать, что если вы с утра прибыли, то военно-врачебная комиссия, врачи-специалисты, забор анализов, это все происходит с утра. И уже где-то мы к обеду имеем все результаты. Поэтому и у нас забывают такие случаи, когда люди прибывают уже готовы на убытие с вещами. В течение дня с утра мы провели все мероприятия, и уже к вечеру человек подписывает контракт и готов убывать. А в течение какого времени человек отправляют в резервный полк? Ну, если человек прибыл непосредственно в день отправки, мы стараемся формировать некоторые группы. Вот, у нас от правительства Тверской области выделяются автобусы, транспорт непосредственно. То есть, людям не надо не ехать каким-то железнодорожным, куда-то там какие-то путешествия. Да, автобусы подходят непосредственно к пункту отбору, туда на адрес. И в день отправки, ну, это разные, в зависимости от формирования этих групп, мы формируем команды, и, соответственно, люди убывают. Вот, например, сегодня у нас убывает большая команда, 20 человек, со всей области к нам едут люди, и вечером они убудут. Если человеку надо переночевать, у вас все возможности есть? Да, у нас современное здание, все... Помыться, если что? Да, безусловно, есть все условия, комфортное проживание, но вопрос там какого-то длительного проживания он не стоит, потому что, ну, команды формируются достаточно быстро, мы стараемся как бы не задерживать людей и отправлять их, как можно сказать. То есть, никакого недельного проживания, как когда-то был на военкомате на Самаре у срочников? Ну, это опять же, да, это служба по призыву, там немножко другая специфика, другая кухня, здесь все намного оперативнее и быстрее. Вы сказали, что действительно приезжают сразу к вам люди подготовленные, даже иной раз могут уже экипированы быть в камуфляж и так далее. То есть, человек гражданский и так далее. Что посоветуем надеть, что с собой взять вообще в дорогу? Долго ли может длиться дорога? Может быть, это, грубо говоря, учиться отправить на Урал куда-нибудь, или это чисто в ЦФО? Да нет, это в ЦФО у нас происходит, дорога там длится сутки, словно с вечера выехали, утром вы уже в части. Ну, с собой необходимо взять и какие-то там консервы, и какое-то питание там на сутки, на двое, вот, ну на всякий случай. Да, но вопрос экипировки, он индивидуален, некоторые к этому подходят достаточно серьезно, кто-то там... Сами все купят. А если человек и не разбирается в этом, ну не разбирается в камуфляжах, ботинках, так далее, что ему какую гражданскую одежду посоветовали надеть? Ну, какую-то свободную, легкую, удобную, вот, потому что по погоде, безусловно, по прибытию в часть будет экипировано. Никто эту форму, гражданскую одежду, так скажем, отбирать не собирается. Она, ну, может иметь место как сменный вид одежды. То есть, вы хотите сказать, ее можно с собой потом уже непосредственно взять по окончании курса подготовки? Ну, к нам в основном люди не приходят, как бы, в шортах и тапочках, все же как-то стараются одеваться более-менее, ну, с таким пониманием, как, ну, как будто бы они бывают там в поход в лес, да, вот, экипировка такого характера. Скажите, вот подготовка как идет, что называется, патронов не жалеет ли наши солдаты, которые проходят подготовку в резервном полку? Да нет, вообще об этом речи не идет, конечно, тут в момент подготовки со всего, чего можно стреляют, никто не жалеет, потому что надо понимать, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. И каждый из тех, кто прибывает, естественно, понимает это, и, я думаю, даже без сомнения проявляет инициативу, потому что то, как ты научишься, как ты, те знания, которые инструктора, командиры дают, ну, естественно, ты так и воспользуешься ими непосредственно в боевой обстановке. Поэтому, вот, с вопросом с боеприпасами в рамках учебного какого-то процесса он не стоит. Скажите, а вот если описать такой типичный, средний портрет современного человека, который идет по контракту, ну, кто это в массе свои люди среднего возраста, молодежь, или, может быть, вот еще воспитанные, как говорят в советских традициях, люди 40-45 лет, которые знают, что такое, действительно, защищать родину, патриотизм и так далее? Ну, на самом деле, у нас и, вот, честно признаться, и с 18, и до 65, и даже более люди приходили, но мы извиняемся перед ними, мы, конечно, благодарны за их гражданский такой порыв, но, естественно, как бы отказываем, отказываем. Вот, молодежь мы стараемся направлять, так скажем, в части, где они более будут, ну, в подразделения, да, где они более будут успешны, например, это подразделение БПЛА, да, то есть у молодежи в большей степени развиты навыки какие-то геймерские, а если еще есть какое-то техническое образование, то тут однозначно дорога в БПЛАшники, в ИПВ дроны, ну, мы все знаем, что это достаточно сейчас актуально, как и разведывательные дроны, так и боевые, вот, поэтому стараемся туда направлять молодежь. Безусловно, учитываем навыки, которые люди получили на гражданке, если они служили в армии, то и в армии, конечно. А если он, к примеру, тракторист, то логично в танковые войска отправить? Конечно, он механик-водитель, готовый механик-водитель. А если человек говорит, а я срочку служил артиллеристом или сейчас на пенсии, военный пенсионер, тоже артиллерист, логично его отправить в артиллерию? Мы назначаем его на должности, да, артиллеристов, но, опять же, непосредственно по прибытии в часть, да, где и происходит обучение, распределение, перераспределение, уже исходя из его желания и, опять же, навыков, там он будет закреплен за определенной должностью. Наш эфир подходит к концу. Что можете сказать нашим телезрителям, которые, может быть, сейчас сидят и раздумывают, пойти, не пойти и так далее? Ну, нашим телезрителям, те, кто думает, я предлагаю быть более решительным. Если думаете, я думаю, надо реализовываться. Я вам предлагаю прибыть на пункт отбора на военную службу по контракту, к нам, на Игоря Баталова, где заключить контракт. Безусловно, с каждым готовы пообщаться, побеседовать, выслушать все вопросы. Мы вас ждем. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Тема дня». Комментарии, как вы слышали, Родина ждет, Родина зовет. Это была программа «Тема дня». Роман Быков с вами был. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин